Сежеин глядит в полуночь, и блажен Раме Божьим, обрящих дящам. Мы продолжаем наши уроки истории с доктором исторических наук, профессором Николой Угрежской православной духовной семинарии Владимиром Михайловичем Лавровым. На них он рассказывает о великих войнах, пережитых нашим народом в минувшие два столетия. Это Отечественная война с Наполеоном 1812 года, Первая мировая война с Вильгельмом II 1914-18 годов и Великая Отечественная война с Гитлером 1941-1945 годов. И сегодня историк коснется острых и проблемных вопросов, связанных именно с этой последней войной. И дай Бог, чтобы она навсегда осталась последней. Дабы мы в ошибках или, напротив, в подвигах наших предков находили и для себя поучение и назидание. В чем же кроются причины той страшной войны? На прошлом уроке Владимир Михайлович говорил о том, что Россия в Первой мировой не стала победителем, хотя Германия потерпела поражение. А страны-победительницы навязали ей столь тяжелые и унизительные условия мира, что это способствовало приходу к власти Гитлера. Советский же Союз, заключив сепаратный мир с Германией, потерял своих былых союзников – Англию, Францию, США. И в дальнейшем все попытки Сталина наладить с этими странами отношения долгие годы оставались бесплодными. Таковы были последствия выхода России из Первой мировой войны. Хотя не только это лишало нашу страну союзников в преддверии новой военной угрозы со стороны Германии. Ведь Сталин пытался договориться с демократическими странами. Но не очень-то этому это удавалось. В том числе и потому, что мешал тот строй, общественно-экономический строй, который был в нашей стране. Ну, скажем, Сталин был готов отправить наши войска на помощь тем, кто подвергнется агрессии немецкой. Ну, в частности, вот на помощь Чехословакии. Обсуждались соответствующие вопросы с Францией. Но что значит отправить войска на помощь? Ведь перед прямой границей не было. Между нами была Польша. А Польша не давала согласия. А почему она не давала согласия? А потому что поляки прекрасно понимали, что стоит впустить на свою территорию советские войска, и они не уйдут, установят советскую власть, придут к власти польские коммунисты. Поляков это не устраивало. То есть, договориться не удавалось. Кроме того, мало кто знает и о такой причине, что, собственно, в самой Германии были достаточно крупные силы, которые могли предотвратить победу Гитлера. Ведь Гитлер пришел к власти в результате демократических выборов. Вообще, сама по себе демократия не всегда гарантирует хороший результат. Да мы знаем, но сама истина была распята вполне демократично, народным волеизъявлением, самоуправлением, если вот эти термины современные использовать. То есть, народ крикнул «Освобождать ворову!». То есть, демократия, она в принципе может сыграть и так, что Гитлер добился успеха на демократичных выборах. Многие немцы проголосовали за эту националистическую, экстремистскую партию. При этом, если бы были объединены в борьбе с этим, с Гитлером в самой Германии, объединены силы социал-демократов и коммунистов, вот они вместе объединившись в народный антифашистский фронт, могли не допустить Гитлера, могли вместе одержать победу. Не удалось. Не удалось почему? Одна из причин, важных причин была в том, что Сталин считал, что социал-демократы – это фашисты. То есть, абсолютно не принимал вот эту партию, эту социал-демократическую идеологию. Вот Бухарин, он пытался вот что-то такое говорить, что не все социал-демократы – фашисты, а вот левые социал-демократы, они фашистами не являются, но Бухарина быстро осудили, заткнули ему рот и в конце концов убили. То есть, вот это отношение к социал-демократии в Москве, а реально Коммунистической партией Германии руководили именно из Москвы через Третий Коммунистический Интернационал, вот это очень помешало созданию Народного фронта в Германии. Причем, угроза прихода к власти фашистов была не только в Германии, она была и во Франции. И французские коммунисты, они не послушались Москвы и пошли на союз с французскими социалистами, создали Народный фронт, и вот этот Народный фронт, состоявший из французских социалистов и коммунистов, смог во Франции не допустить прихода к власти местных французских фашистов. Вот если бы такой фронт был бы в Германии, и был бы реальный шанс не допустить победы Гитлера. Но прежде всего причины, конечно, были внутренние. Вот тяжелое положение, демагогическая партия, использующая национал-социалистические термины, использующая соответствующую агитацию, вот смогла убедить многих, сыграть на националистических амбициях немцев, и смогла прийти к власти. И, конечно, и немецкая буржуазия поддерживала партию Гитлера. Все это было. Вот было причин много. И все это обернулось тем, что когда Сталин одобрит тактику создания Народных фронтов, уже будет поздно. Уже Гитлер пришел к власти. Сталин пытается заключить договора, причем конкретные, с военными обязательствами, с Францией, с Великобританией, но не получается. Не получается вот и по тем причинам, о которых я говорил. Но не получается и потому, что руководители Великобритании и Франции пытаются направить немецкую агрессию против Советского Союза. Пытаются руками одного монстра Гитлера расправиться с коммунистическим Советским Союзом. Это совершенно четко прослеживается, что могли, по крайней мере, обуздать и Франция, и Великобритания, и Гитлера, когда он только пришел к власти, когда он начал первые свои захваты. Могли обуздать. Ничего этого не сделали. Пытались стимулировать направление агрессии против Советского Союза. И в результате Бумеранг ударил по ним самим. Здесь встает тоже очень острый, очень важный вопрос. Нужно ли было подписывать пакту ненападения 23 августа 1939 года. Вот тот пакт, который подписали Молотов и Риббентроп, прилетевшие в Москву. Когда Сталину не удалось заключить конкретные, не договора, состоящие из общих слов, а он предлагал конкретные, сколько дивизий, когда, куда, кто выделяет. Серьезные договора, они именно такие. Когда ему не удалось это сделать, причем Великобритания демонстративно затягивала переговоры, она, скажем, свою дипломатическую миссию послала в Советский Союз на корабле колесном. Вот эти колеса шлепали, эта дипломатическая делегация еле-еле двигалась, но Сталин видел, как Великобритания спешит заключить союз против фашистов. Гитлер предложил подписать такой договор. И Сталин ответил согласно себе. А что было делать, если не удается договориться с Великобританией, с Францией, то есть с демократическими странами договориться не удается. И, кстати, я думаю, вполне разумно, находясь в Польше, на поставленный вопрос ответил Путин, сказавший, что, ну, представьте, к вам обращается руководитель крупной державы и предлагает заключить договор о ненападении. Что сказать нет, как это будет расценено. Такое соглашение было подписано, был к нему секретный протокол. Он был сначала обнаружен после Второй мировой войны, точнее, копия была обнаружена в архиве в Берлине нашими союзниками. Мы отрицали подлинность копии. Затем выяснилось уже во времена Горбачева, что есть подлинник, он в Москве, со всеми подписями, в том числе с подписью Сталина, даже на карте подпись Сталина. То есть была вот секретная часть, в которой говорилось, кто что получает. То есть реально отделили зоны влияния Советский Союз и Германия, но это скрывалось. Зачем это нужно было Германии? Затем, чтобы избежать войны на нескольких фронтов. Вот опять же вопрос о нескольких фронтах. То есть подписывая мир с Советским Союзом, Германия себя гарантировала от того, что Советский Союз не вступит в войну с Германией в 1939 году. Германия 1 сентября 1939 года нападает на Польшу, Франция и Великобритания, у которых были договора с Польшей, объявляют войну с Германией, войну Германии, и вот тут важно, как поведет себя Советский Союз. Он мог вступить в войну, но он не вступил, поскольку у него был договор о ненападении. Гитлер был заинтересован. И мы были заинтересованы, потому что мы в тот момент готовы к войне не были. То есть, конечно, хорошо, всегда хорошо отсрочить. И лучше подготовиться. И на это надеялись, и пытались, и делали. И в том числе оснащали армию новым современным вооружением. И сейчас иногда высказывается мысль, что нам было выгоднее вступить в войну в 1939 году, а не в 1941. при этом анализирует, сколько, какого оружия было у Советского Союза, у Германии. Ведь Германия тоже эти годы не теряла, готовилась, использовала потенциал захваченных стран. И причем в последнее время историкам стали известны новые документы о том, как происходило вооружение нашей армии. И если сравнивать то, как мы были готовы с точки зрения современных вооружений, то может быть, может быть, вот если говорить об этом с этой точки зрения, с технической точки зрения, может быть, даже лучше было бы вступить в 1939 году. То есть Германия подготовилась не хуже. Война 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 Но вступить в войну все-таки было нельзя. Был другой фактор. Историки, которые говорят о том, что надо было раньше начинать войну, они не правы. И не правы вот почему. Дело в том, что в нашей стране проходили массовые репрессии. И эти репрессии коснулись различных классов, слоев и в том числе командиров Красной Армии. Было репрессировано 95% командиров Красной Армии, начиная от командиров полка и выше. В эти страшные репрессии 1937-1938 годов. То есть наша армия была нами же самими обезглавлена. И когда в германском генералитете решался вопрос нападать или не нападать на Советский Союз, были генералы, которые совершенно трезво говорили, что на Россию на Советский Союз нападать нельзя. Проиграли. На это Гитлер отвечал, что Сталин репрессировал руководство Красной Армии, она обезглавлена, новых командиров подготовить не успели. Вот это такой момент, когда Красная Армия без профессионального руководства. Нападать надо сейчас. Если упустим этот момент, большевики успеют подготовить новых профессиональных руководителей. Вот логика Гитлера. И из этой же логики исходя, мы можем сказать, что в 1939 году мы воевать не могли. Просто вот по той причине, что у нас совсем не хватало командиров профессиональных. Не то, что в 1939, даже в 1941 году. Почему мы так отступали? Почему такие колоссальные потери? Почему только в плену оказалось более трех миллионов красноармейцев? Почему? Да потому, что командир взвода начинал командовать полком. Ну, как он мог командовать? Он мог героически погибнуть. И погибал. Но, чтобы научиться профессионально на высоком уровне не хуже немцев или лучше командовать, на это потребовались годы. И вот мы так обучались во время войны. Так что, конечно, в 1939 году, прежде всего из-за репрессии, мы не были готовы вступать в войну. Убежден, что пакт о ненападении надо было подписывать и надо было лучше готовиться к войне. При этом отмечу, что все, опять же, очень непросто. Ведь был не только пакт о ненападении. в октябре мы заключили договор о дружбе с немцами. Договор о дружбе и границах обычно в советское время не упоминался. Какая может быть дружба с фашистами? Тем не менее, он был подписан. Там тоже были секретные, то есть, нелегитимные, незаконные части. более того, глава правительства Молотов в 1939 году выступил публично и сказал, что с нацизмом бороться не надо. Ни много, ни мало. Вот так люди готовили к войне. Причем, если вот открыть газету «Правда» того времени, вот 1939 года, когда мы заключили, какие были в том числе результаты этого договора о дружбе с немцами в 1939 году, откроешь газету «Правда», а там написано, что войну развязали Великобритания и Франция, а Германия это жертва агрессии. То есть, вот с ног на голову, но так было. И советские люди это читали. Почему в 1941 году происходили удивительные вещи, ведь некоторые ждали немцев. Даже такое было. Некоторые сдавались в плен в начале войны. Это происходило в том числе потому, что не хватало, не было объективной, правдивной информации, кто такие фашисты. Но договор о дружбе мешал этому. Не было у людей информации. Они думали, что это цивилизованные немцы. Вот что происходило. «Открым» «Открым» СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Не так давно в нашей стране вышла книжка «Фашистский меч ковался в СССР». Это название. Эта книга очень широко обсуждалась, много спорили, поэтому несколько слов скажу об этом. Думаю, что название этой книги, соответственно, главный вывод, очень неудачен. Хотя книга содержит очень интересные документы. В чем дело? Дело в том, что Соединенные Штаты, Великобритания и Франция запретили Германии, после Первой мировой войны, запретили Германии иметь современную армию. Ну, в частности, танковые войска. Вообще было запрещено иметь. Что делала Германия? Она подготавливала своих танкистов на территории Советского Союза в 20-е годы. То есть, секретно, тайно, тот же Гудериан обучался, тренировался на тех территориях, на которых ему потом придется воевать с нами. То есть, вот такое сотрудничество имело место в начале 20-е годы, в начале 30-х годов. Но в это время в Германии во главе фашисты не были. То есть, никто не готовил именно фашистский меч, никто не думал в 20-е годы. Это вот задним числом мы можем сказать, что была благоприятная ситуация для партии Гитлера. Тогда в Германии проходили демократические выборы, издавались различные газеты, в том числе коммунистические. И коммунистическая партия действовала легально. Вот был контакт, было сотрудничество с другим режимом. С фашистским режимом вот такого сотрудничества не было. Но, тем не менее, нельзя сказать, конечно, что фашистский меч ковался в СССР, но то, что военный меч готовился в 20-е годы, это вот так вот было, так в истории бывает. Теперь другой очень важный острый момент, тоже очень обсуждаемый. Была ли оккупация прибалтийских стран? Очень много по этому поводу дискуссий. Современные прибалтийские государства требуют от нас денежных компенсаций за то, что, как они говорят, мы их оккупировали, за то, что там были репрессии. Что об этом должно сказать? Ну, прежде всего, я как историк напомню, что наша страна не лишала прибалтийские государства независимости. Вот когда Петр Великий занял Прибалтику, никаких прибалтийских государств не было. Прибалтийские народы были захвачены сначала немцами, и немцы относились к местному населению как к людям второго сорта. Потом эти территории захватили шведы. Вот современным прибалтийским националистам надо бы потребовать компенсации у немцев и шведов. Посмотрим, дадут ли они что-то. То есть, мы никого не лишали в Прибалтике независимости. Мы отняли у Швеции территорию захваченной Швеции. Более того, в составе Российской империи народы Прибалтики достаточно получили условия более выигрышные, чем в составе Швеции. Во всяком случае, к ним никто не относился как к людям второго сорта. Это были граждане Российской империи, и подчас даже в Прибалтике жилось лучше, чем в остальной России. Не так давно патриарх Кирилл высказался о том, что есть определенная взаимосвязь между Первой и Второй мировыми войнами, между Первой и Великой Отечественной. Вот это замечание патриарха осталось во многом недооцененным и даже непонятым. Дело-то в том, что действительно, мы вышли из войны искусственно. Мы войну победоносно не закончили. Ведь еще патриарх Тихон сожалел о том, что произошло, о том, что мы не оказались в числе победителей, о том, что у нас не хватило духу победоносно закончить войну. Вот не закончили победоносно ту войну, и снова немцы, и снова германская война. И, конечно, связь между этими войнами может быть мистическая. Есть. Если бы война была победоносно закончена императором Николаем Вторым, то, конечно, никаких большевиков не было бы, никаких моментов, о которых шла речь, которые провоцировали, помогали фашистам, безусловно, все было бы направлено на то, чтобы сохранить союз с Великобританией, Францией, Соединенными Штатами. То есть, конечно, этот союз продолжил бы существование, и, может быть, даже вообще не было бы Второй мировой войны, и, соответственно, Великой Отечественной войны, потому что мощная Россия с мощными союзниками, возможно, могла бы даже предотвратить. То есть, потомкам Николая Второго, возможно, удалось бы сделать то, что не удалось Сталину. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok